Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков очередной раз выступил с нелепым заявлением. Чтобы успокоить россиян, он похвастался вымышленными успехами так называемой демилитаризации Украины. Украина была сильно милитаризована на момент начания специальной военной операции. И, как вчера сказал Путин, одной из задач было демилитаризация Украины. Фактически эта задача во многом выполнена. Оказалось, в Кремле демилитаризации считали лишение Украины советского устаревшего оружия. Далее традиционно Песков подверг критике страны Североатлантического альянса под руководством Вашингтона за защиту Украины и оказание ей помощи для борьбы с российской агрессией. Мол, те влезают в конфликт и становятся его сторонами. И, конечно, это обязывает Россию к тому, чтобы применять более решительные меры для обеспечения безопасности тех же людей на Донбассе и безопасности Российской Федерации. Очередная красноречивая речь о готовности к переговорам касательно ситуации в Украине прозвучала у президента РФ Путина на встрече с представителями африканских стран, которая прошла 17 июня в Санкт-Петербурге. Мы открыты к конструктивному диалогу со всеми, кто желает установления мира на принципах справедливости и учета законных интересов сторон. Пока Кремль одурачивает россиян, вооруженные силы Украины продолжают освобождать временно оккупированные территории. Самая сложная ситуация остается на восточном направлении. Там враг сосредотачивает основные усилия. Речь идет о Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Маринском направлениях. За сутки произошло 26 боевых столкновений, сообщает генеральный штаб ВСУ. Субтитры создавал DimaTorzok